Какой будет в наступившем году справедливая цена на нефть, когда Крым на 100% обеспечит электроэнергией и что ждет проект «Турецкий поток»? Обо всем этом в студии LifeNews рассказал министр энергетики России Александр Новак. Посмотрите LifeNews, мы подводим итоги года. Что ждет российскую энергетику в 2016-м? Возрождение или стагнация? Построит ли турецкий поток или сотрудничество заморожено? Сможет ли наша страна перейти на новые источники энергии в обозримом будущем? Вот обо всем этом и о многом другом мы поговорим прямо сейчас у нас в гостях министр энергетики России Александр Новак. Александр Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Энергетика это ведь не только нефть и газ, о чем очень часто забывают. Вот я вас попрошу сейчас вкратце подвести итоги уходящего года для всей этой отрасли. Вот какие-то знаковые события можете назвать? Знаковые и успехи, знаковые проблемы. Энергетика действительно включает в себя несколько отраслей. В первую очередь это нефтегазовая отрасль, это электроэнергетика, угольная отрасль. Мы занимаемся также энергоэффективностью. И этот год, конечно, он, как уже много об этом говорили, был довольно тяжелым. Связано в первую очередь с очень низкими ценами наши основные нефтепродукты, вместе ресурсы на нашу продукцию, которую мы продаем за рубеж. И цены, вы видите, очень волатильные. В конце года они еще больше снизились по сравнению с тем, как было в середине года. Это, конечно, наложило, собственно, отпечаток серьезный в целом на всю работу топливно-энергетического комплекса. Но я хочу сказать, что наши компании достаточно хорошо отработали этот год. Они адаптировались к финансовому кризису, к экономическому спаду. Во многом это было, конечно, из-за изменения курса рубля, потому что в основном экспортоориентированные предприятия довольно легко проходят такие события. Я назвал бы несколько цифр, которые, может быть, и характеризовали бы действительно прошедший год. Если брать нефтяную отрасль, здесь мы видим, что у нас будет рост объема добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 7 миллионов тонн. И общий объем добычи составит 533 миллиона тонн. Рост к прошлому году 7 миллионов, это выше, чем даже в предыдущие годы. Все-таки действительно, вот нефть, наверное, была шоком этого года. Ну, такое резкое снижение цен. Весь год мы слышали прогнозы самые разные. То вот-вот сейчас все будет хорошо, до 80 минимум основ подорожает. Сейчас уже говорят о том, что до 15 долларов за баррель скоро упадет цена нефти. Вот все-таки от кого и от чего сейчас зависит дальнейшая динамика цен? Вот какая совокупность факторов в приоритете? Ну, это сложный вопрос, достаточно. Я постараюсь коротко пояснить ситуацию. На самом деле, прирост спроса на потребление нефти ежегодно составляет примерно от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки. И вот если добыча превышает, прирост добычи превышает прирост спроса, тогда возникают излишки, остатки, которые давят на цену. Профицит возник давно, еще в 2014 году, когда цены начали падать. Хотя до этого баланс спроса и предложения, по сути дела, балансировался за счет того, что предложение на рынке компенсировалось снижением объема добычи на Ближнем Востоке. В том числе в таких странах, как Ирак, Ливия. У нас стратегия заключается в том, чтобы не наращивать, по сути дела, объемы добычи, а замещать выбывающие объемы в Западной Сибири на действующих старых месторождениях за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений, за счет повышения коэффициента извлечения нефти, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и так далее, создания таких условий. Потому что в Западной Сибири ежегодно примерно на 1% идет снижение объемов добычи. Поэтому стратегия, которая сейчас подготовлена до 2035 года, предусматривает сохранение на полке в объеме примерно 525 миллионов. Но это не то, что мы не можем больше добывать, потому что у нас нефть кончается, запасы в смысле? Ну, в принципе, нет. У нас запасы не кончаются. Запасы, если брать данные Министерства природных ресурсов, ежегодно восполняются. Восполняется в большем объеме, чем добывается. По этому году мы ожидаем, по данным Минприроды, еще раз повторюсь, прирост запасов где-то на 710 миллионов тонн. Это выше, чем мы добываем. Ну, итог. 16 год. Волатильность вот эта вот продолжится, это очевидно, да? Цены на нет каких-то резких скачков вверх, по крайней мере. Я думаю, что вряд ли цены сильно вырастут, но справедливыми на сегодняшний день, на мой взгляд, были бы цены, которые были бы в районе 50 долларов, если исходить из экономических параметров баланса спроса и предложения и себестоимости добычи нефти. Ну, это в среднем, я говорю, по году, потому что сегодня мы видим 38 долларов, идет волатильность определенная. В начале года были цены выше в середине года, а в среднем по 2015 году цены были чуть выше 50 долларов. Поэтому мы надеемся, что и в 2016 году примерно такая же цена. Александр Алексеевич, у нас все меньше времени с вами остается, и очень много тем с вами хотелось обсудить, поэтому давайте сейчас коротко, ладно? Это быстрый вопрос, быстрый ответ. Судьба турецкого потока какова? По турецкому потоку... Заморожена надолго, будем так говорить, или все-таки есть перспектива разморозки какой-то? Ну, вы знаете, сейчас, на самом деле, переговоры по маршруту, турецкому потоку не возобновлены. Не возобновлены еще с летнего периода, когда мы направили свой проект соглашения нашим турецким партнерам. И это было связано, в первую очередь, с отсутствием, скажем так, правительства постоянного в Турции, которое на сегодняшний день уже сформировано. И если наши коллеги будут заинтересованы в реализации, соответственно, этого проекта, соответственно, мы продолжим эти переговоры. Но здесь очень важным условием является в том числе развитие соответствующей инфраструктуры в Центральной и Юго-Восточной Европе. Сейчас этим занимается Еврокомиссия совместно с министрами энергетики стран Юго-Восточной Европы. Готовят предложения по развитию соответствующей газовой инфраструктуры по транспортировке газа. И если такие будут предложения, я считаю, что этот маршрут, эта инфраструктура, она была бы очень интересна и важна для потребителей Центральной и Юго-Восточной Европы. Поэтому в этом случае, на мой взгляд, есть все-таки перспективы того, что этот проект в дальнейшем будет реализовываться. А с ним есть смысл у него получается? Есть смысл, но пока я так понимаю, что не все стороны готовы к тому, чтобы его реализовывать. Коротко про Украину, пожалуйста. Украина будет покупать у нас газ в следующем году? Контракт действует до конца 2019 года. Это первое. Второе. Украина нигде не заместит в полном объеме газ, который им требуется для энергоснабжения собственных потребителей. Поэтому в любом случае из России будет покупка газа. В соответствии с теми условиями, которые сегодня оговорены, поставки газа осуществляются в соответствии с контрактом в режиме предоплаты. Поэтому сколько наши украинские партнеры оплатят газа, столько его и будет поставлено для потребителей Украины. Пока никаких оплат за 2016 год, даже за декабрь, не поступало. В настоящее время поставки на январь месяц не оплачены пока. Но я, насколько понимаю, в январе, феврале, марте все равно понадобится, поскольку это достаточно холодные периоды. А вопрос лишь в другом. Наличие ресурсов, соответствующих финансовых, у наших украинских партнеров. Потому что мы знаем, что там очень трудное положение у нафтогаза. Это да. Цена согласована на 2016 год? Цена формируется в соответствии с контрактом, по формуле. И здесь никаких изменений не происходит. То есть 227 долларов за тысячу кубов? Ну, по формуле там порядка 230 складывается. Транзит газа продолжится через Украину? Нет пока возможности, планов отказаться совсем от транзита. И остаются ли опасения в следующем году несанкционированного отбора газа? Транзит газа зависит от... Во-первых, транзит газа у нас с контрактом, мы говорим, до конца 2019 года. Это коммерческий контракт между Газпромом и нафтогазом. Поэтому любые переговоры, которые будут касаться за рамками 2019 года по транзиту газа, они будут носить коммерческий характер. Если стороны найдут взаимную заинтересованность, соответственно, поставки будут осуществляться. Если стороны не увидят взаимного интереса и не договорятся, значит будут другие способы поставки газа использоваться. Хорошо. По поводу Крыма. Две нитки энергомоста после этой энергоблокады, тоже неожиданная проблема совершенно всплыла в этом году. Две нитки сдали раньше даже срока. Третью и четвертую когда планируется достроить уже точно? У нас по графику третья и четвертая нитка в общей мощности 400 мегаватт будет достроена к маю месяце. Есть предложение, не предложено, поручение президента Российской Федерации о том, чтобы также постараться ускорить процесс ввода в эксплуатацию. Сейчас наши энергетики, строители работают над этим вопросом, чтобы можно в короткие сроки обеспечить решение этой задачи. После этого Крым будет на 100% автономен, полностью сам себя обеспечивать электричеством. В смысле, сможет отказаться от закупок на Украине? Если говорить о балансе электроэнергии, о балансе мощности, которая необходима Крыму, этого будет достаточно. Но мы считаем, что если говорить уже о надежном энергоснабжении Крыма, речь нужно вести о строительстве генерации, которая сейчас уже реализуется, и только к концу 2017 года, когда мы введем в эксплуатацию первые два блока, общая суммарная мощность 470 мегаватт, создаст дополнительные резервы мощности, которые позволят уже говорить о полноценном, надежном энергообеспечении. Но все-таки до сдачи этих двух блоков до конца 2017 года Крым, он будет более-менее стабильно обеспечиваться электроэнергией, или каким-то предприятиям придется сокращать производство, на каких-то резервных генераторах работать. Как это будет? Крым будет стабильно, потому что там собственной генерации достаточно, 190 мегаватт, это собственная тепловая генерация на сегодняшний день, порядка 260 мегаватт, это мобильные газотурбины электростанции, которые были перевезены в прошлом году именно для надежного энергообеспечения Крыма. И общий переток мощности 850 мегаватт. Суммарно это будет более чем достаточно для обеспечения Крыма. Но опять же, я еще раз повторяю, это в балансе. У нас есть еще возобновляемость точки энергии в Крыму, у нас еще есть дизель-генераторные установки. Это все сверхдополнительно того, что требуется. Как подстраховка еще. Александр Валентинович, у нас буквально полминутки. Остается, пожалуйста, два слова все-таки про контракты с китайцами. Сила Сибири будет? Сила Сибири сейчас реализуется полным ходом. Идет строительство, идет проектирование в зависимости от участков. Несмотря на разногласия по цене заемных денег, которые возникли с китайцами? Я про разногласия про заемные деньги первый раз слышу, потому что этот проект реализуется собственными ресурсами самого Газпрома и теми привлечениями банковскими, которые Газпром заимствует у российских либо у иностранных компаний. Вопрос, касающийся привлечения китайских денег, он уже, по-моему, год не обсуждается. Сила Сибири строится и в обозначенный срок она тоже не будет. Да, буквально на днях было подписано очередное соглашение между Газпромом и Синписи по поводу проектирования трансграничной инфраструктуры через реку Амур. Александр Валентинович, спасибо вам большое. Очень многое еще с вами не успели обсудить. Надеюсь, не в последний раз встречаемся. Итоги года на энергетическом рынке России мы обсуждали с министром энергетики России Александром Новаком. Итоги года на энергетическом рынке России